Вот. Латоносец, второе возвышение хардкор. В прошлый раз у нас был отличный забег Созерцающей. Созерцающая показала себя как рабочий персонаж на хардкоре, но я не знаю, насколько долго она на хардкоре сможет проходить, сколько возвышений она пройдёт. В любом случае, второе возвышение латоносцем. Поехали. Идём на победу. Ок. Враги в трёх... Почему... Почему у меня... Почему у меня нет наград? Нет большого выбора. Скорее всего, из-за того, что я моды запускал. Скорее всего, если моды запускаешь, то есть шанс, что... Да, наверное, из-за модов убираются награды. Ну, ладно. У нас есть шанс убить двух элиток с одним хп. Я такой карты не видел уже тысячу лет. Посмотрите на эту карту, чат. Вопросы, вопросы, вопросы. Элитка. Вопросы, вопросы, вопросы. Вторая элитка. Мы можем на шару убить двух элиток. Босса на шару нам не получить, но двух элиток есть шанс. И много вопросов. Все вопросы. Вряд ли это сработает. Но может быть весело. Если что... Слушай, ну если что, нам придётся вторую элитку убить в любом случае. Либо, если здесь попадётся бой, здесь, например, мы можем свернуть. А мы... Одну элитку всё равно придётся бить. Даже двух... Двух придётся бить обязательно. Да, слушай, очень сложная карта для... Очень сложная. Но мы попробуем. В любом случае, один... Здоровье врагам это выгодно даже вначале и так. О, какой интересный старт. Суперкот. Я однажды убил босса из-за того, что у него был один хп. Спидранеры используют этот сид. Есть специальное зерно, где там так доходится до элитки. Очень хорошая штука. И... Может быть нам и сейчас повезёт двух элиток убьём. Но если бы, например, здесь был вопрос, то был бы шанс босса с одним хп убить. Шанс очень маленький, но он есть. Окей, стальная волна, забыть о боли и апперкот. Апперкот одна из лучших карт лотоносца. Одновременно урон, слабость, уязвимость. Это очень сильно. Сложно переоценить эффективность апперкота. Настолько он хорош. Ммм... Эмм... Стальная волна тоже неплохо. Стальная волна очень хорошо конкретно для... Конкретно для хардкора. Потому что стальная волна на хардкоре даёт тебе урон и защиту. Это то, что ты хочешь. С боссом с лизнем лучше апперкот. Намного лучше апперкот. Или забыть о боли. Забыть о боли, кстати, нормальная штука. А она даёт нам стражей. Забыть о боли убивает стражей. Кстати, мне надо камеру сдвинуть. Забыть о боли убивает стражей в ноль. Ну и всё. Больше на других элитках она бесполезна. На большинстве противников вначале тоже бесполезна. Я думаю, мы пойдём с апперкотом. Что мы его сможем... Мы его не сможем в ближайшее время улучшить. Но у нас столько вопросов. У нас очень много вопросов. Мы можем удалить карту. Удалить удар я всё ещё не буду удалять. Проломить, даже имея апперкот. Апперкот, во-первых, всё не улучшенный. JP Worker, привет. Добро пожаловать на стрим. Спасибо за пожелание удачи. Дядя Варлок, как вам чудо плачкинжал на 9 заточек? Привет, Джитай. А какой плачкинжал на 9 заточек? Ну я бы хотел себе плачкинжал на 9 заточек. Очень хотел бы. Две случайные карты потеряют 16 здоровья. Это, кстати, не такой плохой сейчас вариант. Объясню почему. Почему мы можем сейчас взять две случайные карты за 10. За 16 здоровья. Потому что мы гарантированно эту элитку получаем. Мы пойдём через магазин, чтобы гарантировать элитку за 1 хп. Это как минимум плюс 6 здоровья. Я думаю, мы возьмём и будем надеяться на апгрейд апперкота. Апгрейд апперкота или оборон? Апперкот и оборона. Идеально. Идеально. Лучше было не придумать. И можно здесь тоже с реликвией рискнуть. Я не знаю насчёт шансов. Какие здесь процентные шансы конкретно? Я не уверен. Но мы попробуем. Наверное. Опять же, эта элитка точно умрёт с одного удара. И есть шанс, что мы отхилимся в вопросах. Либо мы можем пойти в бой и пройти бой без получения урона. Окей. Стержень. Отлично. Мы поменялись 7 здоровья на стержень. Стержень одна из лучших реликвий в начале игры. Он снижает любую потерю здоровья на 1. Причём это абсолютно любую. Это абсолютно любую потерю здоровья. Важно помнить, что не только в бою. Это потеря здоровья в ивентах. Потеря здоровья от проклятий. Например, проклятий, который наносит урон за каждую использованную карту, перестаёт наносить урон. Это урон, который наносят карты лотоносца. То есть, если ты берёшь самого сгорания, оно не будет тебе наносить урон. В общем, вольфрамовый стержень очень сильный старт для нас. Магазин бесполезен. Мы не можем покупать карты. И наша элитка на шару будет... Будет хорошая. Это стражи. Хорошо, что мы вынесли стражей. Против стражи нам было бы тяжело стоять. Если со второй элиткой нам придётся драться, это будет либо логовулин, либо... Как его? Либо гремлин. И того, и того, и мы должны нормально бить, по идее. Разрыв, да, у нас теперь бесплатный будет. И самовозгорание. Вот оно, самовозгорание. Мы его берём, потому что оно не наносит нам урон. Самовозгорание — это просто пассивно 5 уронов всем врагам в конце каждого хода. Это стал один из лучших талантов для нас. Плюс самое классное, что у нас босс слизень, и самовозгорание шикарно против слизня. Это самое лучшее, что мы могли здесь найти. Это пог. Это очень большой пог. Так, нам требуется зелье здесь. Зелье... Как ни странно, сейчас зелья нет. Но у нас есть золото. Я не отдам самовозгорание. Золото на релик. Это маска. Вау. Поскольку единственное, что мы можем делать с золотом, это удалять карты, маска гарантирует нам много удалений карт. Мы можем сделать очень маленькую, аккуратную колоду. И нам придётся драться со второй элиткой. Вторая элитка будет... Не лёгкая. Это либо лаговулин, либо гремлин. И мы не можем лечиться. Помним, не можем использовать зелье, не можем лечиться. У нас есть красный череп. Который будет отлично играть с избиением. Здесь есть несколько ходов в данный момент. Можем взять раскат грома для массового урона. Комбинировать его с самовозгоранием. Ну, они не то чтобы очень сильно комбинируются. Но и то, и другое наносят массовый урон. Соответственно, позволяют лучше контролировать пачки врагов. А избиение... Нам, по большому счёту, будет эффективно только после того, как активируется череп. Когда мы включим череп, избиение будет работать отлично. Спойлер. Если оно возьмёт два самовозгорания, будет получать дамаг. Да, очень правильно. Очень правильно. Айре заметил в чате. Если взять два возгорания, ты будешь получать урон. Поэтому очень важно, если ты играешь со стержнем и не хочешь получать урон от самовозгорания, не брать второе от самовозгорания. Лучше улучшить первое и оставить так одно улучшенное самовозгорание. Ну, или использовать по ситуации. Иногда выгодно получить один урона ради массового дамага. Но не на хардкоре, чаще всего. Забыть о более крутой карте тоже. У нас пока ничего сжигающегося нет. Я думаю, мы берём избиение, потому что такой более надёжный, простой вариант. Фонарь. Отличная реликвия. С двумя дорогими картами. Проломите апперкотом. Это очень-очень нам важно. Иметь возможность сыграть хотя бы одну из этих карт или даже обе эти карты в самом начале боя против одного сильного противника. Против массовых противников мы всегда захотим самовозгорание вытаскивать в первый ход. Но всё равно энергия никогда лишней не будет. Даже с маской у нас нет. 50 золота, 3 золота не хватает. Обидно, но что ты тут сделаешь? Мы можем рискнуть здесь. Попробовать. Здесь будут стражи. Здесь будут стражи. Обожжённые огнём, это значит, что здесь будут стражи. Доспехи и лицо обожжены огнём. Шанс 25%, что монстр вернётся. Я думаю, нам не стоит рисковать. У нас всё идёт хорошо пока что. Против стражи у нас есть самовозгорание. У нас есть вольфрамовый стержень. Нам нужно убить ещё одну элитку. Следующий бой тоже элитный противник. Мы не можем использовать это зелье ловкости для того, чтобы гарантировать себе хорошую ситуацию. И потом надо убить босса. У нас действительно есть самовозгорание. Стражи бьют на 9. Если мы будем играть лучше на оборону, мы не будем получать урона от одного стража. Риск. Чат очень хочет рисковать. Чат прямо на 100% за риск. Хорошо, чат. Это для вас. Чат я даже не знаю. Чат, вы убили нас. Чат, что вы сделали? Чат, нет! За что? Окей. На самом деле всё не так плохо, потому что... Смотри, самовозгорание насколько решает. Благодаря самовозгоранию этот часовой терь умирает. Мы играем одну улучшенную оборону. Мы не получаем урона. И нам нужно всего... Шесть ходов, чтобы убить всех часовых. Наша главная задача здесь играть блоки. И всё. Просто играем блоки, играем урон, навешиваем на них слабость. Если мы их убьём, мы получим реликвию. Это будет очень-очень круто. И вау, да. Самовозгорание зарешало очень сильно. Самовозгорание и вайфрамовый стержень. Какая прекрасная комбо. Божественная. Буду считаю. Всё. Мы получили в итоге три урона. Мы вылечились. Бронзовая чешуя отлично. Я ничего не могу сказать против бронзовой чешуи. Она очень хороша сама по себе. Это было очень круто. Да. Ты не пожалеешь. Не пожалел. Действительно не пожалел. Чад, спасибо вам. Это реликвия ваша. Вы заработали эту реликвию. Она тебе принадлежит вам. Так что все килы, которые нам заработает бронзовая чешуя, это ваши килы. Не мои. У нас есть двойной удар, тараны, рассечение. Ты знаешь, возможно нам стоит взять рассечение. Конкретно потому, что мы здесь слизня видим. Рассечение не самая сильная массовая атака лотоносца. Но это нормальная массовая атака лотоносца. Йоу, Форекс 2. Привет. Добро пожаловать на стрим. Если стрим у вас подлагивает, и вы знаете, что это не интернет, попробуйте качество переключить. Поскольку у нас партнерка, теперь у нас переключение качества всегда доступно. Поэтому можете качество переключить, попробовать. Или обновите страницу. Бывает приложение... Либо перезапустите приложение, если смотрите с телефона. Бывает, что страница заглючивает и начинает лагать. И даже у меня бывает. Хотя у меня отличный интернет и компьютер. Это бывает браузер глючит, если с компьютера смотрите. Или с телефона перезапустить приложение. Двойной удар заманчиво с красным черепом. Очень заманчиво. И... Я думаю, мы возьмем рассечение. Массовый урон очень хорош на втором этаже. Массовый урон это практически необходимость для второго этажа. И, кстати, очень-очень хороший старт против Гремлина. Против Гремлина по самовозгоранию не критично. Что нам критично было, это вытащить апперкот как можно быстрее. Аперкот дает нам урон. Я думаю, мы сыграем избиение сразу. На него не будем ждать. Потому что, по идее, он не должен нас опустить ниже 50% здоровья, если мы правильно сыграем. Да, он всего 4 урона наносит. Я буду игнорировать и не буду играть блок на его 4 урона. Потому что на следующий ход мы его, скорее всего, не убьем. Он толщит еще 3, у него 21. Есть шанс. 12 плюс 9. Ровно 21 урона. Да? 12 плюс 9, ровно 21. Мы его убиваем. Я ничего не могу сказать, кроме стример лаг. О, господи. Маленькая радость партнерки. Честно, Гидра, я тебе скажу честно. Для меня основной целью получения партнерки было именно переключение качества. Потому что это у нас долго очень было большой проблемой. У нас очень много зрителей, насколько я понимаю, из более северных районов России, более южных районов России. У нас не так много зрителей из Москвы с хорошим интернетом. И, ну, городов возле Москвы. Поэтому у нас очень часто была проблема, что люди не могли смотреть, если я в хорошем качестве стримил. Поэтому партнерку я пытался получить в основном для этого. Не для каких-то там других целей. Смайлики тоже прикольные, но переключение качества намного круче. Это главное было для меня. Цель получения партнерки просто, чтобы вам было удобнее смотреть стримы в хорошем качестве. А некоторые зрители Беларуси, да. Вот. Окей, у нас есть баррикады, подношение, слабое место. Три отличные карты. Я не знаю, что из этого взять. Наверное, не подношение. Даже с вольфрамовым стержнем, я не думаю, что подношение играбельно на хардкоре золотоносца. Какой-то подозрительный везучий забег. Какие вы там моды добавили. Будешь смеяться? Как раз этот забег без модов. Я забыл моды включить. То есть выбор тогда будет стоять между баррикадой и слабым местом. Правильно? Три урона от чешуи зарешали на гремлене. Кстати, абсолютно верно. Три урона от чешуи как раз спасло нам 20 хп на гремлене. Наверное, мы возьмем слабое место. Под баррикаду у нас пока нет ничего, а слабое место нас очень сильно усилит. Первый апгрейд, который мы делаем с самого сгорания. Мы всегда будем играть с самого сгорания. Самая сильная карта в нашей колоде. Невероятно сильная. И, господи, нам везет. О мой бог. Я не верю в то, что здесь происходит. Посмотрите. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь реликвий на первом этаже на хардкоре. Откуда у нас это все? Это хорошие реликвии. Стержень, череп, фонарь, рок-гремлина. Четыре топовые реликвия. Я не понимаю, что здесь что происходит. Это не хардкор. Здесь что-то не то явно. Восемь реликвий уже. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ну, семь, сколько бы я, ну, и плавающую кровь я не считаю. Слушай, походу нам сегодня светит относительно легкая победа. По ощущениям. Ну, лучше, конечно, мне это не каркать, да? Но что-то очень похоже на победу прямо со старта. Я не против. Я абсолютно не против. Я за. Мы собьем слизни босса прямо сейчас. Я даже не буду заморачиваться с тем, чтобы его там выбивать по максимуму или еще что-то. Просто из-за того факта, что самовозгорание... Чем больше противников, тем самовозгорание эффективнее становится. Поэтому я... Ну и рассечение. Рок-гремлина. У него нет шансов. У него не было шансов изначально. Мы без урона пройдем. Я не знаю, что происходит. Может быть, два забега? Может быть, на удивление очень быстрый забег получается. Скверна, Костолома, Облик Демона. Ага. Восемь еще релик босса. А-а-а-а. Да, релик босса будет 2-й босса. А может, мы скиднем релик босса? Может, там не будет ничего хорошего. Скверна, Костолома, Облик Демона. Ну, тут тоже нечего сказать. Все очень классно. Нам... Мы явно не хотим... Брать Костолом, я думаю. Проломить апперкот работают отлично. Свою задачу выполняют на все 100%. Я не... Я не уверен, что нам нужен Костолом к ним в капу в этот в комплект. Облик не так уж нужен. Облик действительно не такой уж нам важный, как слабое место. Добор за бит минус 1 хп в начале боя не открыт еще. По-моему, нет. По-моему, эта карта еще не открыта. Я понимаю, какую карту имеешь в виду. По-моему, она не открыта. Облик Демона... У нас есть улучшенное слабое место. Улучшенное слабое место дает нам рамп силы. Такой не очень быстрый, но все равно... Избиение клуб круто, конечно, с обликом. Скверна хороша на будущее. Скверна очень хороша в будущем. Сейчас, по-моему, мы берем скверну. Потому что нам нужно будет... Нужно будет набрать защиту за второй этаж. То есть у нас уже есть урон. Хороший урон. Особенно самовозгорание, плюс рассечение, плюс апперкот дает нам урон. Облик нужен на третий этаж. Вот это вы правильно говорите. Облик это больше для третьего этажа. Он на втором этаже только на боссе нужен. В самих боях, сами бои, как с противниками обычными, так и с элитными. Они требуют не медленного разгона, а быстрого-быстрого вливания урона. Конкретно рассечение самовозгорания и апперкот там будут работать. Даже слабое место там будет не так выгодно. Поэтому я не думаю, что облик сейчас будет эффективен. Скверна всегда хороша. Скверна очень хорошая штука в будущем. Опять же, поначалу она будет не очень, но... Зимой мы берем скверну. И чашка это ноу-брейн пик в нашем случае. Ну, нет смысла никогда не брать чашку. Чашка это всегда для нас самая лучшая реликвия. Чашка и содзу. Идеальные реликвии, которые я буду брать всегда. Когда они будут попадаться на хардкоре. Одно из преимуществ хардкора, ну как преимущество. Потому что ты можешь спокойно брать чашку. Так, и мы хотели бы постараться убрать из колоды все удары. Потому что у нас есть атаки, которые намного лучше ударов. И для этого посмотреть нужно... Я посмотрю магазины на карте. Два магазина на карте есть. И они при движении сюда активны для нас станут. Я, наверное, буду именно на магазины ориентироваться. А не на... А не на бои. И не на элитных противников. Потому что элитного противника одного все равно нужно будет убить. Мы никак этого не сможем обойти. И... Да, мы пойдем через магазины. Я думаю, 100%. Я против панцирного паразита сразу разыгрываю скверну. Я не буду ее экономить. Скверна дает нам слабое место бесплатное. Мы можем сыграть самовозгорание. Хотя нет, я здесь неправильно сыграл. Нам не стоило здесь... Разыгрывать самовозгорание за ноль энергии. И... Что мы будем делать теперь? Мы будем пытаться максимально быстро. Максимально эффективно. Одного урона не хватило. Ну, шипы его сейчас добьют. Но одного урона не хватило, чтобы... Получить здесь минимум урона. Мы постараемся максимально быстро проходить комнаты. И уничтожать врагов... Как можно быстрее. При этом... Что нам нужно сделать? Это найти защиту. У нас сейчас очень-очень большая в колоде проблема. Это... Это отсутствие нормальной защиты. Точнее, отсутствие вообще любой защиты. У нас есть две улучшенных обороны. Но это нам не особо поможет. Разрыв не будет работать. Разрыв не работает. Потому что вольфрамовый стержень блокирует урон самовозгорания. Насколько я знаю. Я могу ошибаться. Но, по-моему, он не будет работать. Докажи. Ну, я не знаю. Математика. Ноль урона. Значит, скорее всего, это не будет считаться потерей здоровья. Ноль. Обычно означает ноль. Поэтому я не буду проверять. Объятие тьмы, с другой стороны, это комбо со скверной. Очень-очень хорошее комбо со скверной. Мы все еще не нашли защиту. Я беру здесь проклятие за реликвию. Мы можем удалить проклятие. Здесь будет магазин. Это замедлит удаление ударов. Но риск того стоит. Карта вопрос. Это огонь. Мы можем отдать скорбь ньяну. Ньяу. Которая уже себя отработала. Я не знаю, что происходит. Нам просто везет. Просто. Это отличный. Отличный забег. Потому что мы отдаем бесполезную скорбь ньяну. И получаем дар нлота. Который увеличивает вероятность нахождения редких карт. Это облик демона. Это баррикада. Так далее и тому подобное. Мы не получили проклятие вай. Поэтому. Можно удалять удар смело. В общем. Ничего не могу сказать. Везение жуткое. При этом всем везении. В колоде все еще нет защитных карт. Мы все еще. В достаточно большой опасности находимся. Без шуток. Надо было сначала избиение сыграть. Достаточно большая опасность. Даже несмотря на вольфрамовый стержень и все остальное. Так. У нас 17 плюс 15 урона. Должно хватить на то, чтобы как раз добить сферического стража. Жнец. Мы нашли жнеца. Это Дарн Лота плюс Карта Вопрос. Тоже комбо, кстати. Похоже, кто-то заключил недавно сделку с дьяволом. Слушай. У меня же страшно. Где? Дьявол. Где моя душа? Возьми мое сердце. Жнец. Ерунда. Слушай. Ерунда очень хорошая. Со скверной. Ерунда одна из лучших защитных карт Лотоносца. То, что она тебе дает защиту. Ее можно со скверной играть. И получать и добор и защиту. Бесплатно. Топ. Просто топ. Жнец очень крут с силой. Дает нам отхил. Мы должны взять жнеца. Должны взять жнеца. Я думаю, что нет смысла об этом думать. И мы будем сначала апгрейдиться. А потом идти на элитку. Потому что все равно полечиться мы не сможем в костре. Апгрейд. Либо скверна, либо объятия тьмы. Здесь на апгрейд идут. Наверное, скверна нам важнее. Апгрейд жена. Хотя примерно одинаково. Мы все равно хотим обе их играть. И объятия тьмы. И скверну. Истоклопедия. Худшие. Худшие. 100% худший элитный противник. Которого мы могли встретить. Стержень против нее поможет. Но главная проблема это раны. Раны, которые она добавляет в колоду. Она может нас убить. Мы можем умереть прямо здесь. Из-за отсутствия защиты. Вопрос стоит в том, играть ли мне скверну сейчас или нет. Мы играем скверну сейчас. Слабое место оборону можем получить бесплатно на следующий ход. Мы сможем бесплатно разыграть сейчас оборону оборону. И... Точнее слабое место. Есть шанс сыграть даже на этот ход, если мы его вытащим. Если мы не сыграем скверну сейчас, то на следующий ход у нас не будет энергии, чтобы защитить. Мы будем играть апперкот. По-моему, нам нужно играть скверну сейчас. По-моему, нам не стоит ждать. Потому что я смотрю на следующий ход, и мне так не нравится все, что там происходит на следующий ход. Прямо очень не нравится. Вытащить апперкот здесь бомба. Просто огонь. Это намного лучше, чем все остальное, что мы могли сыграть. И да, она как раз сейчас делает сильную атаку. Мы будем разыгрывать все, что сможем. Попытаемся максимально заблокировать весь урон, который нам наносится. Стараемся не получить урона вообще. Я бы не хотел жне... Хотя какая разница жнец сейчас, сыграть или потом. Нет, сыграть жнец сейчас было бы выгоднее, пока она под уязвимостью. Я думаю, играть ли мне оборону здесь. Мы можем не разыгрывать эту оборону. И вот наша рука на следующий ход. Мы можем сыграть апперкот, а потом сразу жнеца. Но мы не убьем ее. Мы не убьем ее, да. Поэтому лучше жнеца сыграть сейчас. И продлить уязвимость... А, продлить уязвимость тогда не можем. Я думаю, мы играем все равно жнеца. 12 отхила. Потому что дальше ее надо будет очень быстро убивать. Но нужно максимально выжить урона. Будет на этот ход, да. Нам надо постараться ее убить более того. Мы это сможем сделать. Отлично. Ух. Везет. Просто... Просто нереальное какое-то везение. Мы нашли превзойти себя. Я не знаю. Все карты. Все карты. Нам пришли все карты. Это просто какой-то нереальный стример лак. Мы тут... Мы должны это брать. У нас все еще нет защиты. Это очень знакомые мне забеги. Очень знакомые. Эти забеги часто отличаются... Смертью в районе второго босса. То есть как эти забеги работают? Ты за лайто носа набираешь кучу силы. Всю силу набираешь просто. Абсолютно всю силу. Потом умираешь. Потому что... Потому что просто... Не можешь... Потому что просто не... Не можешь... Заблокировать урон, который наносит босс. Потому что у тебя вообще нет блоков в колоде. Ни одного. Абсолютно ни одного. Очень знакомая ситуация. Похоже, что мы как раз... Как раз... К этому движемся. На следующий ход я хочу отхилиться жнецом. Жнец у нас... Если что-то выиграет этот забег, Это будет жнец. Нам нужно 16 отхилить жнецом здесь. Мы это сделаем. Что если я сыграю удар, мы нанесем 25 урона. 22 урона жнецом. Мы отхилим 10, если сейчас сыграем жнеца. А если мы нанесем 25 урона... Мы... У него сейчас 28 здоровья. Нет. Просто слабое место и жнец мы играем. Все. 16 мы отхилили. Больше чем 10. Так себе. Улучшенное парное оружие. Опять эта карта на урон. Парное оружие можно использовать на таланты. Можно использовать на атаке. То есть оно создает 2 копии таланта или атаки. Парное оружие жнец. Это неплохо. Это очень неплохо. Но у нас все еще нет защиты. Жнец-то защита, но немного такая фейковая защита. Не настоящая. Она тебе дает... Она не блокирует урон, но она теоретически может тебя очень хорошо вылечить потом. Я возьму парное оружие. Копировать самовозгорание. Плохая идея. Потому что на стакане самовозгорание начинает наносить больше урона. То есть 3 сыгранных самовозгорания будут наносить 3 урона. Соответственно стержень здесь уже не будет так решать. Не уверен, что это копирование жнецов. Это то, что я хочу делать. И это то, что нам поможет. У нас все еще нет защиты, да. Это самая лучшая карта из всех, которые здесь представлены. В любом случае. Нам надо как-то колоду менять, усиливать. Закупоренное пламя, атаку в начале боя. У нас нет атаки, которые мы хотим в начале боя видеть. Аперкот. Единственное, что я вижу. Произошла ошибка, стример не отвечает. Да, этот забег с одной стороны выглядит полной имбой, но я говорю. Я уже не раз видел эти ловушки. Когда тебе игра дает супер-супер карты золотоносца, ты собираешь супер имба билд, а потом тебя босс, либо на втором этаже, либо на третьем этаже выносит за пару ходов, потому что у тебя вообще нет защиты. Аперкот мы можем добавить, аперкот в стартовую руку. Но в любой ли ситуации мы хотим видеть аперкот в стартовой руке. Наверное, практически в любой. Иногда слабое место захотим, иногда скверну. Уже тысячи часов есть в игре, по-моему, нету. Мне кажется, что нету. Давайте апперкот. Рековать я буду превзойти из себя. Хотя со скверной он все равно будет сжигаться, но, по-моему, это самый правильный выбор. Потому что иногда он будет играть нормально. И вот, наши проблемы, они уже идут полным ходом. Защиты нет. 15 урона. Я ничего не могу с этим сделать. У нас есть жнец. Мы должны попытаться ухилиться здесь жнецом на максимум. В этом бою. Сыграть обея тетьмы. Сыграть с биенера. Сбиение доберет карту. У нас станется одна, наверное, одна. Мы пробую сделать... Подставу змея цвету. Не можем опнуть силу. У нас есть чуть-чуть силы от терепа. Слабое место здесь работать не будет. Я хочу сыграть на него всех жнецов. Слома надо ему немножко здоровье уменьшить. Мы его убьем настолько. Мы не сыграем жнецов. Одного жнеца сыграем на него. Пять здоровья. Знаешь, пять здоровья. На дороге не валяются. Как это не печально. Еще один жнец. Нет. Обидно. Наконец-то защитная карта. Ура. Ерунда пришла. Еще немного защитных карт нужно. Золото убрать карту из колоды Убираем удара стен Можем убрать еще один удар Я думаю мы это сделаем Мы можем пойти на элитного врага У нас есть насекомое У нас есть насекомое и жнец И мы знаем что элитный враг Будет массовый Это либо торговцы, либо гремлины И те и другие Мы их контрим За счет жнеца И самого сгорания У нас достаточно медленная колода Работаргаши сломают личико Зависит от первой руки Если мы сразу скверну сыграем Мы их порвем и отхилимся хорошо Все будет зависеть от скверны В какой момент мы ее сможем вытащить Или можно удалить удар Еще один Каждый магазин минус две реликвии Чат, ну нельзя так смотреть на вещи Типа заходим каждый раз в магазин И две реликвии исчезают Потому что Если ты увидел реликвию в магазине Она уже тебе не может с элитки выпасть Соответственно, в магазины надо не заходить По-моему, мы жадничаем По-моему, мы будем делать жадность Верно Есть? Есть? Отлично Мы хотим Сжигать все Слабое место мы сыграем один раз и все Окей, ну мы Сделаем так Мы не можем одного убить С шипами у него останется один хп Возможно, мы хотим сделать сетап сейчас Для жнеца Мы не хотим убить одного торботорговца Хотим вот так урон распределять между ними И вот он Жнец пришел Отлично Есть Сработало Но мы уже не сможем скопировать еще одного жнеца Поэтому Спасибо, чат Спасибо вам огромное Жадность сработала идеально Но здесь просто повезло Если бы мы скверну не сыграли в первый ход Мы бы Мы так сильно бы не радовались Вот единственное, что я могу сказать Двойной спуск, слабое место, злоба, избиение Мы так и не нашли защиту Блин, вообще защитных карт нет Я не знаю, что делать Мы умрем Мы умрем на боссе, наверное На этом, наверное, нет Но на третьем умрем Если не поднимем защиту или колоды Ерунду нашли Правда Да, ерунду мы нашли Факт Двойной спуск с жнецом Звучит как отличная вечеринка Но мне кажется, мы берем еще силу Сила и двойной спуск примерно одну и ту же задачу выполняют Уууу, не удаляй оборону Сила и двойной спуск примерно одну и ту же задачу выполняют Но Сила надежнее для нас Силу проще играть Мы не хотим сейчас играть скверну Пока что мы не хотим здесь слабое место вытаскивать Поэтому я ерунду не буду играть Просто Можем накопировать апперкотов Но это не то, что нам нужно Я не хочу ерунду играть, чтобы не вытащить слабое место здесь Да, за элитку мы получили раковину Что, ну, сложно переоценить Раковина очень хороша И опять же, скверну еще рано разыгрывать И не хочу пока ее играть Я сыграю два слабых места Оборону и рассечение здесь И Да, мы потеряем здесь здоровье, но Небольшая задержка по По урону нам поможет Мы можем жнецом отхилиться на следующий ход Если я не буду убивать пламя головых Мы можем сыграть большого-большого жнеца на следующий ход И выйти на фулл хп Что я могу сделать сейчас Это сыграть Объятие тьмы и две обороны Мы не получим урона Ну, получим минимальный И На следующий ход сыграем жнеца И выйдем в фулл хп И убьем двух прям пламя головых По-моему, это тот план, который я использую Дюк Веномания Спасибо тебе за фулл Веномания Да, лучших моментов для жнеца у нас не будет 100% самый лучший момент Сначала превзойти себя Теперь само возгорание И жнецом делаем два килла Получаем энергию И выходим на новый уровень Очень интересный выбор Проломить Мы можем сыграть Сделать уязвимость Либо Мы можем парное оружие На избиение сыграть И скопировать избиение Которые сделают очень-очень Быстрым бой против коллекционера Потому что Когда у тебя 16 силы Избиение Это Оно разрушает все Это бомбовая карта Вот теперь пришло время играть скверну Дальше нет смысла ее экономить Что мы хотим сделать Это разыгрывать все навыки Вытаскивать карты Играть еще навыки И мы просто Мы просто хотим его уничтожить Этими же избиениями Которые наносят Гигантский урон И Возможно мы это сделаем уже В этот ход Потому что Парное оружие на рассечение Сыграю просто для добора И если мы сейчас вытащим еще одно избиение Мы его убьем Идеальный бой Больше ничего не могу сказать Только что проверил Разрыв не отдает силу Если вольфрамовый стержень Контрит самого сгорания Удор Урон на ноль не считается Спасибо Грегор Спасибо тебе большое за проверку Ну в принципе Как мы и предполагали Спасибо огромное Ок Четыре карты Четыре легендарные карты Облик демона Подношение Непробиваемость И Джаггернаут Здесь выбор между обликом Демона И непробиваемостью Но у нас Потому что Джаггернаут Я не считаю что актуален Хотя он будет большой урон Со скверной И объятиями тьми наносить По моему здесь все очевидно Мы искали защиту Нам предлагают защиту Надо ее брать По любому надо брать Я не думаю что Блик демона Нам нужен У нас сила стакалась И так Очень-очень хорошо Я думаю будет Точно так же хорошо Стакаться и в будущем Ок Шейник Черная звезда И броклятый ключ Я на самом деле чувствую Что у нас есть шансы на элитных противниках Особенно на немезисе И на немезисе И на голове Со змеей будет сложнее Змея может убить Хотя жнец на ней Тоже очень-очень хорош Да, если бы у нас был забыть о боли Джиггернаут имел бы смысл Абсолютно верно Янмастер Ты правильно говоришь Я Лайнс Привет Добро пожаловать на стрим Да, первая катка Как раз первый Первый Забег При этом у тебя просмотра Я не знаю ты в курсе или нет Мы играем на хардкоре Хардкор челлендж По-моему По-моему Ты не был Когда мы хардкор начали Ты можешь Команда В этом чате Воссоциальный знак хардкор Ну если Коротко мы не можем Лечиться в кострах Нам нельзя использовать золото В магазинах Кроме удаления карты Нельзя использовать зелье Мы играем Задача хардкора Дойти до 20-го возвышения Пройти 20-е возвышение Мы начинаем Это новый аккаунт Начинаем с нуля Вот Ошейник рабовладельца Черная звезда По-моему Я играю более Аккуратно здесь Я не буду брать черную звезду Я возьму ошейник Меда Нам не то чтобы очень нужна Энергия Но с другой стороны Не то чтобы она нам Была не нужна Черная звезда Может быть прикольная Но Нам нужно как минимум Двух элитов убить Чтобы от нее был толк Чтобы она себя купила А я по возможности пойду Путем на котором нет элитов Потому что я не хочу С ними связываться Я понимаю Да Правильно говорите Что можно было бы взять звезду Да Действительно Можно было бы это сделать О кстати Самовозгорание сбивает буфер Даже если наносит 0 урона Очень интересно Наверное Чтобы она не сбивала Раковина Должна быть перед стержнем Нет Нет Не знаю Как это работает Факт в том Что он сбивает Сбивает Жнец Играет Ну мы убили бы Темношану Мы только 6 здоровья Были через жнецом Что мы в этом бою ищем Это большого жнеца Очень большого жнеца Который отхилит нас на фул Нам сейчас нужна Вся защита По большому счету Мы будем пытаться С каждого боя Выйти С полным здоровьем Именно используя жнеца Поэтому мы можем себе позволить Подождать Пока еще один темныш Воскреснет У нас 12 12 уже 12 силы А чего ты зельки Не выкидываешь Ну я не заморачиваюсь Потому что они все равно Автоматически подбираются От того что они лежат В инвентаре Ничего страшного Ну я их использовать Просто не буду Они лежат и все Но мы не используем Эти зелья Они ж У зелья нет пассивного эффекта Кроме феечки Зелья феечки Мы да Выкидывать Выкидывать надо сразу А Зелья Другие зелья Эффекта не имеют Поэтому Соблазн Но я уже как-то привык Окей Что я здесь делаю Это сыграю сиркот На вот На вот этого парня Чтобы Больше урон был На следующий ход И мы не будем ничего играть Потому что если я вытащу Жнеца То Он не сработает Отлично Просто Жнец И отхил На фул И бой закончен Отлично Рок гремлина Очень помогает Нам опять Предлагают Облик демона Уже в который раз Но Облика демона Слишком сильная Конкуренция Здесь улучшенная Версия Забыть о боли Сложная ее переоценить А Слишком Хороша Тебе больше Слэйзэспайр Нравится Или поезд Хороший вопрос И та-та Игрушка крутая Но Слэйзэспайр Мне пока что Нравится больше Особенно в новом Хардкорном режиме Она мне очень нравится Реликвия Боль Контрит со стержнем Как раз Как раз то проклятие Про которое я говорил В начале Если Ее взять Это обычное проклятие Оно не наносит тебе урон Мы можем взять боль Я просто думаю А есть ли смысл У нас почти все карты Улучшенные Мы улучшим еще Четыре карты До конца забега Но с другой стороны У нас улыбающаяся маска Проклятие удалить будет несложно И это гарантирует что Новая карта Которую мы будем находить Будут улучшенные Знаешь что я возьму боль Так пускай будет Само проклятие не опасное Поэтому Абсолютно я думаю Ничего страшного Как я хочу это сделать Я наверное хочу Все таки взрывателя убить сразу Не буду заморачиваться с ним Да взрывателя убьем шипами Сразу На всякий случай По идее мы отсюда Должны тоже выйти С полным здоровьем Без особых проблем Сперна с объятиями тьмы И забыть о боли Зарешает Не буду играть С другой стороны Непробиваемость и расцвечения Можно было сыграть Да у нас будут И улучшенные обороны И все Поэтому Так обидно Что Раковина снимается Даже с фрамовым стержнем Беда Беда Жнец срабатывает после получения урона от шипаства То есть если ты играешь жнец Ты сначала наносишь урон А потом отхиливаешься на шипаства Очень удобно И еще одна скверна Больше скверны Богу скверны И наконец-то железная воля Отличная защита С скверной Просто шикарная И мы можем сжигать боль Просто чтобы она не мешала Сразу Теряем опять же Раковину И несколько недоволен Этим Слегка совсем Но Мы все равно должны выйти из этого боя с полным здоровьем Поэтому Можно Можно не заморачиваться Я у андроплазма Привет Добро пожаловать на стрим Чтобы не получить здесь урона Играем непробиваемость Я не буду заморачиваться Насчет того что мы ее теряем По идее Темноши Темноши нам Только в плюс У нас не должно быть проблем с темношами Одного можно смело убивать От хила нам все равно хватит Когда мы Вытащим из жнеца Со всей силой Которая у нас есть Это Ну плюс Всегда есть возможность Сыграть Двух жнецов Спарным оружием И вот они Жнецы Спарное оружие За 0 Два жнеца Они не нужны Они не нужны Но чисто ради Ради того чтобы Пантануться Можно Обезоружить Вау И огненный барьер Кто у нас босс Птица По идее мы птицу Должны уничтожить И обезоружить И огненный барьер Против птицы Хорошо зайдут Но по-моему Обезоружить актуальней В ее улучшенном виде Только что взял себе Погулять сборник Костельвания Реквием Две игры Ронда Оф Блад И Симфония Ночи Ронда Мне пришла На немецком Герр Дракула Я-я Я Я Я Я Я Я Я Кускус Целый час без поломок Непорядок Провел некоторое время После работы Приятной компании Сильно не ругайтесь За опоздание Мне все равно Стыдно не станет Ворони привет Рейнмар Рейнмар Спасибо тебе огромное Спасибо тебе огромное За донат 404 Спасибо тебе Большуюся За поддержку Чувак Это очень-очень Большая помощь Благодарю тебя Слушай Приятная компания Это Очень хорошо У нас здесь Тоже приятная Компания Но Надо же иногда Вылезать Из перелоги Поэтому Огонь Очень круто Ворона 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 Тебе привет Ворона Слышен Ворона Говорит Передает Передает Привет Тоже Приятного тебе Просмотра Добро пожаловать на стрим Тут Безумный забег Я имею ввиду Это хардкор Если что Вот это Это хардкор Не знаю Как это работает Почему у нас сегодня Такое безумие Погнали Погнали на элитку Что ли от жадности Мы просто разрушали Все что движется Я думаю Мы порвем элитку Сейчас Жадность Пошли Жадность Чат Фул Жадность Билд Да Нам даже апгрейды Не очень нужны У нас даже щипцы есть У головы Не должно быть шансов Я сразу говорю У нее шансов Должно быть Чуть меньше нуля Сразу играю Скверну Даже Даже не думая А вот избиение Оставляем На позже Кстати Самовозгорание Против него Можно не играть Чтобы не потерять Раковину Что раковина Может пригодиться Ждем Ждем Мы никуда не спешим Против головы Ну Как Борис необычно Надо спешить Но с другой стороны Мы будем Становиться Сильнее Быстрее Чем она По идее Плюс Женец Потом может Отхилить на ней Очень много Уу Не работает Не работает Слабое место Я думаю Что все равно Я играю Привезти себя Здесь Нам должно Хватить Ухватить Урона Отлично Должны ее убить Зря Скверну Сыграл Не 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 Даже Нет Зарешает Даже Нет Сточно Зарешает Чат И избиение Зарешает Вопрос В том Что из них Лучше Наверное нам нужно Больше копий Избиения Для того Чтобы Максимальный урон Нанести Том Жнецом Добить Если что Да У нас 5 энергии Раз Два Три Четыре Пять Энергии Ну пока что Жнец Не нужен Но Раз Два Три Можно сыграть Железную волю Зажечь Рассечение Попробовать Вытащить Перкот Или слабое место Я думаю Я сожгу Рассечение Я здесь Слабое место Поломить Есть Мы бы предпочитили Аперкот Но мы все еще Можем вытащить Аперкот Здесь Я просто готовлю Ход с большим Большим уроном Мы же наносим Дофига урона По-моему мы ее убиваем По-моему мы ее просто Убьем Нет слов Одни эмоции Я пойду через путь Железной воли Не знаю что мы будем Сжигать Наверное Проломить Какой нибудь Мне кажется Нам не нужна Железная воля Здесь Воспламенение Не очень хорошо Заходит Потому что Босс птица Я не захочу На птице играть Несколько копий Воспламенения Поэтому я не возьму Его Поэтому я его скипнул По-моему Я здесь Железную волю Тоже не возьму Мне кажется Что в итоге Нам нечего Будет сжигать Железной волей То есть не такая Большая колода Как могла бы быть Наша колода Могла бы быть больше Апгрейд на объятии тьмы Один из последних Нужных нам апгрейдов Еще одно Удаление карты Это будет удар Мы можем пойти На еще одну элитку Потому что Удаление карты Нам не так уж нужно Можем пойти На сердце Могли пойти На сердце Если пошли На огненную элитку Эх По-моему Нам выгоднее На элитку Пойти Чем На костры Дополнительный Магазин Потому что Что мы будем Удалять Не особо Хочу что-то Удалять Отсюда Пойдем на элитку На вот эту На вот эту Надо же проломить Уже улучшили Все было улучшено Ох Вау Посмотри Они даже Что-то Пытаются Сделать Да так Мило Ровный блок Все было Продумано Заранее Жесть Сейчас я буду Разыгрывать Все карты Это уже Даже просто Это даже Не смешно Если честно Просто Просто Некрасиво Так Так делать Там прах был Ах Да Прах Харона Жаль что в минус Но мы еще Не потеряли ветку Еще есть шанс ветки Есть всегда Шанс вытащить ветку Чад Вот здесь Солидного противника Еще одно Слабое место Слушай Если скверная Я бы не отказался Наверное Еще одного Слабого места Звучит Как Шикарная Вечеринка Просто Бомбовая А что я Не хочу Здесь видеть В этой колоде Что я буду Удалять С нее Чтобы я Удалил Из этой колоды Если бы Я был Этой колодой Какая здесь Самая слабая Карта Самая бесполезная Честно говоря Наверное Одно Слабое место Одно Из слабых Мест Слабая Карта Наверное Самовозгорание Оно Неактуально Будет На Оно Будет Не очень Актуально На Боссе Оно С себя Оно Оно Хорошо Служило Теперь у меня У меня лицо Слишком светло Чат Что с дела Штора Слишком много солнца Светит Мое окно Герр Дракула Не любит солнце Не 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 Я думаю Мы Самовозгорание Удаляем Оно Оно Пошло На Пенсию Ф Самовозгорание Окей Как мы будем Это делать Слабое место В самом начале Это Играется Без Вариантов Я думаю Нам нужно Здесь Попытаться Убить Двух Кинжалов Как можно Быстрее Плюс Они в обратку Дадут Не В обратку Нам Дадут Скверно Энергию Что я могу Сделать Либо Добить Либо Оставить Добивание На следующий Ход Но Если Мы Не Вытащим Урон Знаю Что Надо Добивать Одного Сейчас Посмотреть Что Мы Вытащим Отлично Обезоружить Теперь Мы Точно Играем Скверно Сначала Лучше Аперкот Посмотреть Что Вытащим Парное Оружие Смотри Скверно Без Оружие Сюда И Парное Оружие Ножнец Сразу На всякий Случай Пригодится О мой Бог Это Просто Нечестно Так Нельзя Делать Это Должно Быть Запрещено Законом Нужна Комиссия По правам Человека Я Кстати Смисплеил То Что Я Объявить Мы Не Сыграл Но Это Будет Неважно Потому Что Потому Что Имба Мне Очень Нравится Я Обожаю Этот Забег И мы Для Уж полного Кайфа Мы Убьем Ее Жнец Сами О нет Культ Крон Циркуль Крон Циркуль Непробиваем Меч Бумеранг Это Не Смешно Я У Два Колоска Привет Добро Пожаловать На Стрим У Нас Тут Имба На Хардкоре Полная Имба Вообще Не Убиваем Сейчас Вы Будете Смяться Но По Моему Здесь Ни Непробиваем По Моему Здесь Нам Нужна Ни Непробиваем И Подношение Неплохо Смотрится Вы Можете Со мной Не Согласиться Но По Моему Здесь Актуален Меч Бумеранга Я Сейчас Объясню Почему Заходит Как-то Бар Спортсмен Мисс Плеер Хороший Игрок И Крутой Чел Обармен Говорит О Варлок Здорово Опять Хардкор Проходишь А Я Два Колоска Спасибо Большой Сданат 48 Сердечком Спасибо Тебе Большу За Поддержку Спасибо За Анекдот Про Варлока И Бармена Потом Они Вместе Напились И Барлок Рассказывал Во всех Своих Мисплеях Бармен Сочувственно Кивал И Жили они Долго И Счастливо И Умерли В один День Да Хардкор Прохожу Хардкор Огонь Мне Очень Нравится Хардкор Я В восторге Объясняю Почему Меч Бумеранг Меч Бумеранг Активирует Силу Четыре Раза По Большому счету Не важно Сколько урона Он сам Наносит Но Он Он В четыре Раза Усиливает Карты Слабое Место Привозите Себя Слабое Место Слабое Место У нас В колоде Сейчас Четыре Карты На силу То есть Не Пять Простите Избиения Пять Карт На силу Пять Карты С Двадцати Одной И Меч Бумеранг По Своим Свойствам Добавление Одной Карты Меч Бумеранг Усиливает Сразу Пять Карт В колоде Дополнительно То есть Как это работает Если Добавляешь Непробиваемость Непробиваемость Увеличивает Защиту В принципе И Она Работает Забыть О боли Например И Со Скверной То есть Ты Добавив В колоду Непробиваемость Ты усиливаешь Две Карты Скверну И Непробиваемость Забыть О боли Скверну И Забыть О боли То есть Синергия У нее С двумя Картами А Добавляя Меч Бумеранг Ты усиливаешь Сразу Пять Карт На силу Ну и Кроме того Нам Чуть Чуть Урона Больше Не помешал Поэтому По-моему Здесь правильно Меч Бумеранг Было Добавить Можно Поспорить Конечно Мне кажется Меч Бумеранг Улучшаю Непробиваемость Потому что Больше Вероятность Сыграть Ее В начале Боя Чем Избиение Избиение Мы скорее всего Оставим На потом Избиение Можно Улучшить Почему Я улучшил Непробиваемость До Избиения Вместо Избиения Потому что Карта Сжигается Она Одноразовая И та И другая Но Шансы Сыграть Непробиваемость В начале Боя Намного Выше Чем В конце Боя С избиением Это не очень Актуально Когда у тебя Есть Кривые Щипцы Но Кривые Щипцы Бывают Очень Редко Поэтому Здесь Улучшение Только Улучшать Ту Карту Которая Большей вероятностью Что она Будет у тебя Сыграна В своем Не улучшенном Или улучшенном Состоянии Раньше Другой Карты Поэтому Поэтому Такая Логика Ё Три Смотрю Найти Тебя Уже Наверно Год С чем Самый Найдобрейший Стример Во всем Индите Удачи Тебе Ха Ё Ален Рож Спасибо Тебе Огромное За Донат 70 Спасибо Теб Большое За Поддержку За Добрые Слова Рад Что Могу Помочь Большое спасибо Что смотришь На ютубе Для этого Я туда Все И выкладываю В таких Количествах Чтобы Можно было Смотреть Получать Удовольствие Даже если Не попадаешь На стримы Приятного Тебя Просмотра Стрима И Спасибо Еще раз За добрые Слова Итак Пробужденные И Куча Талантов Как играть С пробужденным Если У тебя Куча Талантов Что Делаем Когда У тебя Вся Колода В Талантов Есть Две Тактики Как С ним Играть Мы Можем Игнорировать Таланты И пытаться Играть Без Них Либо Мы Можем Плюнуть На Все И Играть Все Таланты И Надеяться Наши Таланты Затащат Они Затащат Они Сто Прот Затащат Потому Что Пробужденный Наберет Атаки От наших Талантов Но Только До того Момента Пока У нас Не кончатся Навыки Сколько У нас Скверна Рано или поздно Защита Закончится И даже С кронциркулем Она Закончится Поэтому Кмоему Нам правильно Пока что Забить На Таланты И Хотя бы Одну Прокрутку Колоды Продержаться Без них Не Разыгрывать Либо Сыграть Только Забыть О боли Который Даст нам Защиту От Обезоружить От Непробиваемости И От Избиения И От Железной Воли Но Я не знаю Насколько Это Актуально Что Мы Можем Сделать В первый Ход Здесь Достаточно Необычный Ход Парное Оружие Апперкот И У нас Будет Два Апперкота Для того Чтобы Сыграть И Мы Сможем Сыграть Одну Оборону Но Оборона Нам Не Нужна У нас Раковина Все равно Блокирует Заблокировать Весь Урон Мы Сможем 20 Урона Мы Мы Можем Только Сыграв Скверну Забыть О Боли Оборон 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 Мы 20 Заблокируем Но Мы Разыгрываем Два Таланта Поэтому Что Я Сделаю Здесь Топарное Оружие Апперкот И У нас Терри Апперкот В колоде Которые Я Использую Для Как Можно Более Раннего Уничтожения Культистов Я Постараюсь Уничтожить Этих Культистов Побыстрее Каждый Убитый Культист Дает нам Добор За счет Рога Гремлина И Помним Про Нож Для Писем Который Срабатывает После Розыгрыша Трех Навыков Обезоружить Сразу Кидается На Пробужденного Минус Три Силы Никогда Не Помешает Слабое Место Мы Сразу Получаем Силу И Как раз Тот Случай Когда Избиение Сгорит Раньше Непробиваемость Хотя Наверное Мы И то И другое Сейчас Сыграем Просто Чтобы Не Получить Урона Урона Добить Культиста Я бы Предпочел Его Чем Нибудь Другим Добить Но Альтернативно Можно Сейчас Непробиваемость Не Играть Сыграть Оборону Получить Урон Но Сохранить Непробиваемость В Колоде Я Наверное Выберу Не Получить Сейчас Урона Не Считаю Что Нам Нужно Копить Непробиваемость Не Настолько Важная Карта Плюс 10 Защита Перенеслось На следующий Код За счет Крон Циркуля Так Что В принципе Она Не То Чтобы Совсем Пропала Слабое Место Отлично Здесь Заходит Будем Надеяться Что Ерунда Вытащит Нам Превзойти Себя Ерунда Не Вытащила Превзойти Себя Но В таком Случае Мы Можем Сделать Вот Что Проломить Плюс Рассечение Или Меч Бумеран Рассечение Наносит 19 Плюс 50 Процентов От 19 Это Будет 9 Потому Что В спайере Математика Всегда Действует Против Тебя Добуд 28 Урона Что Убьет Культиста Даст Добор Все Равно Не Вытащили Превзойти Себя Но На следующий Код Точно Вытащил Уже Никуда Не Деться Мы Можем Сделать Еще Больше Силы 24 Силы У нас Есть Вся Сила Полное Здоровье Этот Бой Практически Закончился Здесь Не о чем Думать Мы Можем Даже Не Играть Скверну Но Когда Мы Перейдем Во вторую Фазу Там Здесь Не будет Смысла Не играть Талантов Пробужденный Который Переходит Во вторую Фазу Уже Не получает Баф От твоих Сыгранных Талантов Поэтому Мы Можем Смело Очень Смело Играть Забыть О боли Скверну И Начинать Начинать Играть Все парные Оружия Я не буду Клонировать Жнеца По моему Жнец Не так уж Нам нужен Один Эперкот Можно Убрать И Это Это Все Ну Нам даже Не нужен Бодж Жнец И вот Почему Я добавил Меч Бумеран Самая Сильная Карта В колоде Сейчас С точки Зрения Урона Я Попробую Сделать Максимум Силы Сколько Мы сможем Сделать И Для Для Пущей Убедительности Мы убьем Убьем Его жнецом Потому что Понты Дороже Денег Отличный Забег Лотоносец Показывает Себя Просто С лучшей Стороны Я не могу Ничего сказать Нам Очень сильно Везло Здесь Куча Везения Нереальные Артефакты Карты С самого Начала То что Мы получили Сначала Это Все Это Было Это Было Жесть Здесь Просто Очень Крупно Повезло Не Уверен Что Мы Что Такие Усилия Такие Приложили Чтобы Победить Неистовый удар Эволюция И Жертвенный Огонь Отличные Карты Каждый Из них Имеет Смысл Жить Эволюция Работает С Неистовым Ударом Эволюция Сама По Себе Одна Из Лучших Кар От Латоносца Жертвенный Огонь Одна Из Лучших Кар В Начале Игры Первый Первый Этаж Практически Можно Пройти Одной Кар И Все Без Сердца Неинтересно Я понимаю О чем Ты говоришь Почему Я Не делаю Сердце На Хардкоре Потому Что Сердце На Хардкоре Будет Играть Не Реально На Более Высоких Возвышения Сердце Требует Очень Специфическую Колоду Даже Не Колоду Сердце Требует Большого Количества Реликвий По Другому Его Не Выигрывает Оно Не Выигрывает Да Роши Бро Роши Фамилия Как Конфетки Из Рекламы Только Написание Другое А не Рош Ха Играть С Победкой Я Я Я Я Роши Алина Роши Прошу Прощения Я Извиняюсь Я Я Твою Фамилию Прочитал По Ведьмаку Потому Что Там Вернан Роши Моим Пишется Так же Твоя Фамилия Но Читается Рош А У тебя Я Понял Роши Приношу Извинения Ну Спасибо Тебе Большое За Донат 70 Очень Большая Помощь Конфетки Рошен Я Знаю Спасибо Спасибо За За Поддержку В этом Забеге Еще Очень Хорошо Сыграла Мы Не Можем Заб Ага Мы Удалили Карту И Тестер Не Покажет Нет Ветеран Ушел Из Колоды Массовый Урон От Таланта Который Наносит Тебе Один Урон А Каждый Ход С Вольфрамовым Стержень Затащил Нам Первый Второй Этаж И за счет Него Мы Смогли Так Сильно Стартануть Именно За счет Него